Проповедник Любая проповедь подобна осаде души слушателя, говорил один проповедник. Также он писал, что он относится к проповеднику даже лучше, чем он того заслуживает. Они благодарны и обрадованы уже тем, что он говорит хоть сколько-нибудь разумно. Мы продолжаем с вами говорить о важных мелочах. Сейчас мы поговорим об отношениях между оратором и слушателями. Хороший оратор не поучает, подняв палец. Напротив, проповедник действует как дружески настроенный советчик. Кто-то сказал, что проповедь подобна тому, как один нищий рассказывает другому нищему, где можно найти еду бесплатную, вкусную и полезную. Само собой разумеется, что проповедник должен уважать и любить своих слушателей. Ну, как минимум, за то, что они сидят, слушают вас и не уходят, опустив большой палец книзу. Если вы ненавидите своих слушателей или говорите свысока, вы зададите неверный тон восприятия истины Божьей. Даже о Божьем суде следует говорить с состраданием грешникам. Я как-то беседовал с одной сестрой, которая поделилась со мной своим огорчением. Она сказала, что в нашей церкви складывается впечатление, что проповедники настолько нас ненавидят, что еще немного, и они начнут бросаться с кафедрой конспектами и библиями, и сборниками песен. Быть заносчивым просто глупо. Ничто не раздражает слушателей больше, и ничто так не сводит к минимуму эффективность проповеди, чем высокомерие, чем злобность и какой-то гнев, ваш гнев, не Божий гнев, но ваш гнев, излитый на слушателей. Известный проповедник Вильгельм Буш говорил, «Так мал тот, кого сравнят с его высокомерием». Монтейн, хотя и не был проповедником, но говорил, «Даже на самых высоких ходулях мы бегаем на своих ногах, и даже на самом высоком троне сидим на собственных ягодицах». Нет ничего хуже, чем глаза, горящие инквизиторским огнем, чем такое лицо прелата, страшного прелата. Я помню, как одному старшему пресвитеру сестра сделала комплимент при мне. Она сказала, «Пастор, вот вы аж поглядите с кафедры, и аж мороз по коже». Самое ужасное в этой ситуации, что пастор действительно принял этот комплимент. Он сказал, «Да, да, никогда так не делайте». Хотя, конечно, каждый из нас должен быть яркой индивидуальностью, но слушателей нужно любить. Это не означает, что с ними надо сюсюкать, вести себя как с детьми или преуменьшать значение греха. Ничего подобного. Основой хорошей проповеди является честность и адекватность. Но ваша задача сделать так, чтобы отношения со слушателем были установлены доверительны и искренни. Удастся вам это или нет, зависит от того, что вы говорите и как вы говорите. И, конечно, от ваших личных отношений с Богом. Здесь еще пару слов я скажу о том, о чем мы уже говорили. Помните о вашем внешнем виде. Пусть ваш внешний вид и настрой всегда будет свежим. Даже самую лучшую проповедь, если вы произносите ее, будучи больным или уставшим, такая проповедь не будет иметь успеха. Ваше состояние должно быть свежим, одежда опрятной, аккуратной. Вы должны быть выспавшимся, выглядеть, по крайней мере, таковым. Глаза не должны быть красными. Вид не должен быть помятым. Вы должны быть чисто выбритым. И не выглядеть утомленным и усталым. Кстати, есть еще один маленький секрет, может быть, не очень приятный для вас, братья. Если вы женаты, это единственный способ для вас вступать в интимную близость, то накануне особенно ответственных проповедей от интимной близости лучше воздержаться. Чисто в риторических целях. Даже здесь нет никакой духовной подоплеки. Просто любое семяизвержение отрицательно влияет на ваши голосовые и риторические данные. Это уже подмечено многими поколениями ораторов. Поэтому, пожалуйста, даже на такие мелочи обращайте внимание. Поговорим о начале речи. Мы уже об этом говорили, когда рассматривали зачин. Тем не менее, еще несколько мелочей. Важных мелочей по этому поводу. Не начинайте говорить сразу, как только вы взошли за кафедру. Первое, что вы должны сделать, попытайтесь дружелюбным взглядом обвести всю аудиторию. Буквально полсекунды это у вас займет, но это станет хорошим зачином для вас. Слушатели уже могут почувствовать тепло, излучаемое вашим взглядом. Конечно, не злобным и не инквизиторским взглядом это делайте. Первое хорошее впечатление часто оказывается решающим. Перед началом проповеди вами должно двигать сильное желание произнести ее. Вы должны не перегореть в этом желании. Пожалуйста, будьте настроены на такое радостное ощущение того, что вы сейчас будете проповедовать истину Божию. Самонастрой крайне важен. Вы должны излучать Божью благодать, Божью истину самим своим видом. Пару слов мы должны сказать о обращении. Ну, вы знаете, что Лютер свою знаменитую речь перед Рейхстагом города Вормса начинал словами так. Пресветлейший могущественный император, светлейшие князья, милостивейшие и милостивые государи. В этой фразе одна превосходная степень следует за другой. Конечно, в наши дни так обращаться к аудитории уже не нужно. Что же говорить в самом начале? Братья и сестры, мы, вставшие на наши ноги для нашего общего назидания, выслушаем из Слова Божьего. Нет, мы уже говорили, что шаблонные фразы недопустимы. Конечно, в церкви неуместно ельцинское соотечественники, потому что это все как-то очень искусственно. Уж лучше, если вы хотите подчеркнуть официальность собрания, лучше назвать церковь уважаемое собрание. Если, однако, вы проповедуете в такой аудитории, где присутствуют официальные лица, то протокольные требования заставляют вас обращаться к ним отдельно. И это будет очень правильно. Причем видные лица называются в ранговой последовательности, начиная от высших и заканчивая низшими. Например, господин президент, уважаемые господа министры, господин мэр и так далее. Если присутствует много уважаемых лиц в зале, и вы хотите поприветствовать их отдельно, то заранее составьте список официальных лиц, присутствующих на вашем собрании. Нет ничего хуже, если вы перепутаете имя отчества или какую-нибудь должность, которые чаще всего формулируются витиевато. В большинстве случаев реакция будет крайне болезненной и отрицательной. Если вы проповедуете в простом собрании, лучше всего будет тривиальное обращение вставить в середину предложения. Можно ведь не начинать каждую проповедь «Приветствую вас, дорогие братья и сестры». Да еще говоря это таким тоном, который подразумевает «Как же я вас всех ненавижу, как вы мне все надоели, хуже горькой редьки». Можете в середину предложения вставить обращение. К примеру, «Рискую вас удивить, дорогие братья и сестры, но все же обращусь к вам вот с такой мыслью». Ну и так далее. Замечено, что если вы обратитесь к слушателям нетривиально, то атмосфера в зале сразу теплеет. Отчего я хотел бы вас предостеречь, братья мои? Так это от проявлений снисходительности в приветствии. Если даже вы старше большинства собравшихся в зале, не следует обращаться к ним. «Мои юные глупые друзья», там что-нибудь типа этого, «Мои недостаточно образованные коллеги». Ну, я, понятно, утрирую, но лучше не проявлять высокомерие. Хотя иногда можно пошутить, конечно, особенным образом обратившись к галерке, сказать «высокочтимые заднескамеечники». Пока вы еще не собрались и не удрали, я хочу сказать вам кое-что важное. Все зависит от ваших отношений с аудиторией. Если это не будет проявлением высокомерия, то можно и пошутить. Обращайте внимание на моменты взаимодействия с вашими слушателями во время произнесения проповеди. Всегда, что называется, держите руку на пульсе, чувствуйте аудиторию, улавливайте малейшие изменения в ее настроении. Сделать это несложно. Кто-то отвлекся, кто-то, знаете ли, смотрит в окно, кто-то ковыряет в носу, кто-то конфету достал. Все это свидетельствует о том, что внимание потеряно, надо срочно внимание вернуть. Стукнуть кулаком по столу, какую-нибудь выходку или историю начать. Оратора часто сравнивают со спичкой. Он сам загорается от трения с поверхностью, под которой мы подразумеваем аудиторию. Если аудитория слушает вас внимательно, вы и сами загораетесь. Конечно, выражением обратной связи чаще всего являются аплодисменты. В славянской церковной культуре аплодисменты не приняты, конечно. Однако, все больше и больше в нашу церковную культуру вмешивается западная культура, где аплодисменты вполне уместны. Я не думаю, что нужно здесь давать какую-то духовную оценку аплодисментам. Все зависит от культурного, опять же, замеса вашей аудитории. Вообще, аплодисменты всегда ободряют оратора, делают его уверенней. Аплодисменты освежают атмосферу, как майский дождь. Аплодисменты окрыляют, как попутный ветер. Иногда бывает так, что вы сорвали аплодисменты, овацию. Я помню, даже в самой консервативной баптистской церкви одна американка рассказывала свое свидетельство. Она была совсем юна. Ей было лет 16. Причем она поставила перед собой задачу, никогда не учив русский язык, рассказать свидетельство непременно по-русски. Она его написала на английском языке. Ей перевини на русский. Написали английскими буквами. Она вышла, у нее колени бились одно об другое. Листок ходил ходуном. Она очень волновалась. Но она рассказывала свидетельство, плакала. И, конечно, когда она закончила, зал взорвался аплодисментами. Это было в консервативной церкви. Я не знаю, как это получилось. Консервативная баптистская церковь не выдержала, но зааплодировала этой девочке. Конечно, иногда будет так, что вам будут аплодировать. Совет. Не ждите, пока аплодисменты стихнут. Не ждите, пока они отзвучат полностью. Если начинается даже овация, и зал там встает и скандирует славу великому оратору, лучше погасить аплодисменты. Я помню, Джеймс Пакер сурово сетовал. Он выступал на конгрессе. Ему много аплодировали. И он все время кричал, shame on you, позор вам, вы крадете у меня время своими аплодисментами. Мне и так дали мало времени. Ну, конечно, он это делал шутливо. Аплодисменты лучше погасить. Начать нужно говорить, не дождавшись окончания. Но почувствовал, что они уже стихают. Лучше повторить ту фразу, которая вызвала аплодисменты, и пойти дальше. Хотя аплодисменты действуют благотворно, нужно остерегаться. Их переоценивать. Иногда слушатели просто, что называется, захлопывают оратора. Особенно, если в зале сидят дети, которым нравится просто иногда аплодировать. Не ведитесь на такие провокации. Аплодисменты могут иметь ведь различные причины. Иногда слушатель всего лишь устраивает разминку, потому что засиделся. Иной раз, конечно, это искренние аплодисменты. Вильгельм Буш говорил, мир учтив и обходителен. И прежде чем тебя обидят, пожалуй, легко скажут то, что тебе угодно. Потому что никто не давал присяги. Не ищите аплодисментов. Не старайтесь их вызвать. Ну уж если вызвали, отнеситесь к этому с должной скромностью. Анализируйте состав вашей аудитории. Постарайтесь верно его оценить. Традиционно считается, что лучше всего ориентироваться на самых необразованных ваших слушателей. Это не всегда справедливо. Иногда нужно необразованных как бы образовывать. Поднимать их уровень. Однако старайтесь избегать недоразумений. Есть, конечно, такое саркастическое высказывание бывалого проповедника. Он говорил, слушатели делятся на две группы. Первая из них вас не слушает, вторая вас не понимает. Конечно, это преувеличено, но тем не менее помните об этом. Как показывает опыт, впечатление от проповеди порой зависит от ничтожной детали. Вот вашей аудитории что-нибудь не понравится, какая-нибудь ваша оговорка. Сделали что-то, нарушили какое-то табу и все. Вот даже вас просто не будут слушать. Вот реально мы говорили с вами, выйдет немец в российской аудитории, расскажет про дедушку из-под Сталинграда. Все, дальше его слушать не будут. Или русские в Финляндии что-нибудь скажут. Вот и мой дед где-то здесь погиб. Еще там утрет слезу. Будет ужасно. Понятно, что легче обращаться к однородному составу слушателей, перед неоднородным составом говорить тяжелее. Надо ли баловать слушателей интеллектуальными деликатесами, что называется. То есть, очень какими-то сложными вещами. Иногда надо. Не стоит чрезмерно все упрощать. Стремление к упрощению скорее погубит вас, как проповедника. Но, тем не менее, имейте чувство баланса. Настраивайтесь на своих слушателей. Но, тем не менее, вы должны помнить, что вы поведете их вперед. Конечно, если о вас будут говорить как о декабристах, страшно далеки вы от народа, вас априори слушать не будут. Как говорят, один человек, какой-то рабочий слесарь, решил почитать книгу Эммануила Канта «Критика чистого разума». Через три минуты он захлопнул книгу и сказал, дружище Кант, мне бы твои проблемы. Вы можете оказаться в такой позиции, если сразу начнете умничать. Умничайте через некоторое время, когда аудитория уже хорошо подготовлена. Ваша задача сломать стереотипы публики. Ваша задача актуализировать вечное Божье Слово для них. Даже самые сложные истины Слова Божьего должны в результате вашей проповеди стать актуальны для вашего слушателя. Пару слов надо сказать о психологии масс. Известно, что в толпе человек ведет себя иначе, нежели когда он один. Даже самый отъявленный нонконформист и индивидуалист поддается гипнозу толпы. Когда собрания людей очень и очень многочисленные, что бывает в различных странах, например, в странах, где не развита структура увеселений, люди соберутся на любое собрание. Например, в Африке очень легко собрать людей в разных странах на богослужение. Там не представляет это никакой сложности. Но когда людей собрано очень много, вы как проповедник должны помнить о такой важной мелочи. Масса легче реагирует на эмоции. Толпу легче завести. Поэтому удержитесь от искушения воздействовать только лишь на эмоции слушателей. У массы ослаблены умственные способности. Когда слушателей много, порог критического восприятия существенным образом понижается. Мы не знаем, почему это происходит, но масса людей не способна почему-то проделать сложную логическую работу. Поэтому чем больше слушателей, тем более контуры упрощаются. Тем больше повторов необходимо сделать. Нужно говорить популярнее, обращаясь к некоему коллективному чувству. В массе человек легковерен, склонен к обезличиванию. Поэтому у вас велика вероятность стать обманщиком. Даже помимо своей воли. Если массу завести, а массу завести довольно легко. Харизматические проповедники это знают. Один брат мне рассказывал. Это называется развести аудиторию на аминь-аллилуйя. Если ты развел аудиторию на аминь-аллилуйя, и все вовлеклись уже в некое эмоциональное состояние, близкое даже к трансу, то оратора тоже несет, что называется. Вы тоже теряете способность к критическому мышлению. Я много раз себя ловил на этой мысли. Если аудитория многочисленна, дружелюбно настроена, и вы ее раскачали, они вам внимают, они с вами соглашаются, то вы тут же начинаете шутить, каламбурить. Это действует на оратора опьяняюще. Я сам не понимаю механизмы этого действия. Вы начинаете вести себя неадекватно, начинаете много импровизировать и пороть всякую чушь, простите меня. Поэтому будьте внимательны. Нечестные ораторы знают о психологии масс, и они, конечно, могут, что называется, извините, втюхать какую угодно идею. Например, Адольф Гитлер очень хорошо это знал. Гитлер был не ахти каким оратором. У него отсутствовало чувство юмора. Единственное преимущество Гитлера как оратора была патетика, его высокая патетика. И он знал, что массы можно очень легко патетически завести. Не важно содержание вашей речи, важны эмоциональные установки. Бей жидовца, спасай Германию, и все будут на вашей стороне. Поэтому будьте осторожны, если вы проповедуете в очень большой аудитории. Оговорки, обмолвки. О них нужно тоже поговорить. Никто не может избежать оговорок. Это закон. Нет такого оратора, который бы никогда не оговорился. Конечно, из-за мелких грамматических неправильностей не нужно даже останавливаться. Например, вы сказали. Москва и Питер насчитывают более 20 миллионов человек. Понятно, что вы допустили ошибку. Надо было бы сказать, население Москвы и Питера насчитывает. Тогда было бы уместно единственное число. Или уж Москва и Питер насчитывают. Тогда нужно было множественное число. Но обычно к таким оговоркам слушатели не придираются. Они как бы говорят, ну мы верим тебе, что ты знаешь. В множественном и единственном числе ты знаешь законы примыкания, управления и согласования. Давай дальше. Мысль, давай. Мысль. Тем не менее, если вы сделали какую-то серьезную оговорку, то лучше остановиться и исправиться. Тогда слушатель вас легко простит. Хотя, конечно, что называется, зашоренность вредит нам. Зашоренность нам всегда вредит. Есть такое актерское понятие, зажим. Проповедник зажался, зажалась какая-то мышца. И он не может дальше говорить уже свободно. Он перестает оценивать адекватно реальность. И может ляпнуть что-нибудь и даже сам того не заметить. Классический пример актерского зажима. Может быть, кто-то из вас слышал, когда на сцене ставили Евгения Онегина. Один из актеров, актер, который играл, собственно, Онегина, уже в финальной сцене с Греминым. Поскольку Татьяны на сцене нет, она должна быть где-то за кулисами, ее образ нужно было все время представить. И там есть такая реплика. Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? И Гремин должен был ответить, ах да, давно ли ты не был в свете, позволь тебя представлю я, Онегин. Так кто ж она? Жена моя. Так ты женат, не знал я ранее. Давно ли, около двух лет, на ком? На Лариной, Татьяне. Ты им знаком, я им сосед. Ну и так далее. То есть, вот должна была так строиться фраза. И Онегин вдруг забывает, напрочь забывает цвет этого берета, малиновый, и говорит первое, что приходит в голову и подходит по рифме. Он начинает говорить, кто там в зеленом берете с послом испанским говорит? Гремина клинит в свою очередь, значит, из-за этого. И он говорит, ах да, давно же ты не был в свете, позволь тебя представлю я. Онегин спрашивает, так кто ж она? И Гремин вдруг выдает, сестра моя. Дальше фраза, так ты женат, была бы бессмысленна. Поэтому Онегина клинит еще больше. Он говорит, так ты сестра, не знал я ранее. Ну и так далее. Конечно, лучше всего было бы остановиться и переиграть. Потому что и зрители уже в лежку и так далее. Я помню проповедь пастора, которого тоже переклинило. Он приводил иллюстрацию, пример. Он говорил, вы знаете, братья и сестры, есть в Японии такие летчики. Они идут на смерть, исполняя приказ императора. Их называют Кикабидзе. И причем вот так ему это Кикабидзе, значит, въелось в мозг, что он несколько раз Кикабидзе, значит, Кикабидзе. И, конечно, ему было стыдно очень потом, когда после проповеди к нему подходили. Он всем кричал, отстаньте, знаю, Камикадзе, Камикадзе. Лучше поправиться, следите за реакцией. И хорошо, если аудитория вам подаст какой-то знак. Попросите друзей спасать вас от подобных оговорок. Ну и не только оговорок, конечно, даже внешний вид. Простите за вульгарность, один западный профессор вышел однажды проповедовать с расстегнутой ширинкой, извините меня. На что там один брат, ему как-то так, смущаясь, указал, тот увидел, застегнул, подошел к нему, пожал руку и сказал, спасибо вам. А то, говорит, в одной аудитории я тоже так вышел. И они два часа смотрели на мою ширинку расстегнутую, вместо того, чтобы слушать проповедь. Поэтому, если вы хотите, чтобы слушатели, может быть, улыбнулись или посмеялись, можете разрядить атмосферу, поправившись, исправив какую-то незначительную деталь. Посмейтесь вместе со слушателями и так далее. Ничего страшного в оговорках нет. Волнение. Что о нем можно сказать? Волнение является, конечно же, помехой произнесению проповеди. Такая актерская лихорадка. Как справляться с волнением? Установка должна быть такой. Полностью победить волнение, конечно же, невозможно. Даже у опытного проповедника всегда существует волнение. Конечно, если проповедник хороший. Если он дрянной проповедник, конечно, он не волнуется. Марк Твен говорил, что когда он первый раз выступал публично, рот его был словно набит хлопком. Я помню, у меня начинались даже проблемы с кишечником накануне проповеди. Не вылезаешь из туалета или постоянно тебя трясет. Это реально страшно. Если кто-то думает, что проповедовать легко, пусть хоть раз выйдет за кафедру и исцелится от своего самомнения. Тем не менее, вред от волнения можно снизить. Каким образом? Несколько советов мелочей. Кто-то сказал, что волнение снижает эффективность проповеди примерно процентов на 20. Следовательно, нужно тщательнее готовиться. Подготовьтесь на 120%. Как раз 20% съест волнение, и проповедь будет 100% эффективной. Первое, что вам нужно, это тщательнее готовиться. Чем более вы уверены в процессе подготовки, тем меньше волнения за кафедрой. Второй совет. Репетируйте. Перед тем, как произнести проповедь на публике, отрепетируйте ее хотя бы в огороде перед кочанами капусты. Репетируйте, просчитывайте реакцию аудитории, просчитывайте все моменты. Ничего страшного в этом нет. Многие мои студенты реально репетируют речь, и все у них бывает хорошо. Еще один совет. Попросите парочку хороших друзей сидеть в зале и кивать вам. Вот это самый действенный способ, когда кто-то из зала, как говорил Райкин, добрый зритель в девятом ряду, бросает вам спасательный круг своего внимания. Сидит и кивает. Это хорошо. Сразу оратор успокаивается, и проповедовать становится легче. На худой конец найдите какую-нибудь бабушку с болезнью Паркинсона и смотрите время от времени на нее. Она вам будет кивать тоже. И еще одно. Перед началом проповеди, если вы очень волнуетесь, попробуйте снять напряжение. Я не советую вам прибегать к помощи алкоголя. Это нехорошо, ни в каком смысле. Я имею в виду, хорошенько отдохните, выйдите, подышите свежим воздухом, обойдите вокруг, к церкви, помолитесь, как-то успокойтесь. Перед выходом за кафедру 20 раз глубоко вдохните. Переключится внимание, и волнение уменьшится. И, конечно же, начните говорить подчеркнуто, медленно и спокойно. Это даст вам возможность победить мандраж. Я часто перед началом проповеди или лекции говорю специально медленно, делая большие паузы, чтобы справиться с волнением. Если вдруг ушла мысль, прямо вдруг во время проповеди ушла мысль. Тут вам помогут три фактора. Первый фактор это конспект. Мы уже об этом говорили. Зачитайте. Мысль ушла, зачитайте. Если вдруг даже глаза потеряли что-то в конспекте, тогда лучше всего повторить последнюю фразу другими словами. Медленно повторить и как бы обобщить весь отрезок речи целиком. В то время, когда вы это делаете, мысль либо вспоминается, либо вы просто как-то говорите что-нибудь типа этого. Я хочу высказаться иначе, надеюсь, лучше будет. Ну и повторите то же самое другими словами. Ну и, наконец, третье. Ну просто переходите к новому разделу. Пропущенный отрезок, если вы вдруг вспомните, вы можете воспроизвести позже со словами. Впрочем, мне нужно кое-что еще сказать вот об этом. Ничего страшного. Нормально. Ну и, наконец, последняя мелочь, важная мелочь, о которой я хотел бы вам сказать, это обратная связь. Современное поколение любит англоязычное слово фидбэк. Кому как угодно. В одной церкви обратную связь с проповедниками всегда осуществлял диакон. Если проповедь была хорошая, то он подходил к проповеднику и говорил. Господь милости. Хорошая проповедь. Если проповедь была средняя, то он подходил, хлопал по плечу и говорил. Сегодня был такой сложный текст для толкования. Если проповедь совсем никуда не годилась, то проповеднику он говорил. Сегодня вы так здорово подобрали песни для богослужения. Подобные люди, конечно, клад для хорошего проповедника. Имейте обратную связь. Конечно, наверное, неприлично приставать к слушателям со словами. Ну как? Расскажи мне, как я сегодня проповедовал. Гениально ли, как всегда? Можете побеседовать с друзьями. Хорошая дружеская критика всегда важна. Конечно, недруги ваши выскажутся самостоятельно. Не воспринимайте критику, как окончательный приговор. Даже самого лучшего проповедника критиковали. Лучшими критиками, конечно же, становятся жена и дети. Дети по мере взросления будут давать вам все более и более объективные советы. Потому что они-то уж вас знают хорошо. Ну и, конечно, ваш верный спутник, жена, ваша супруга кровно заинтересованы в том, чтобы вы были хорошим проповедником. Ну и если у вас верующие родители, то советы родителей тоже хороши. Помните, что никто вам не скажет правду в лицо, так как отец или мать. Ну и, конечно, самым таким простым способом организации обратной связи, как я уже говорил, является просмотр видеозаписей ваших проповедей или прослушивание аудиозаписей на худой конец. Мы говорили о риторическом факторе, братья мои. Хороший проповедник постоянно оттачивает технику своей речи. Никакая проповедь не является настолько хорошей, чтобы ее нельзя было улучшить. Помните об этом, и тогда вы станете хорошим проповедником. А мы поспешим дальше. Перейдем к фактору культуры речи в нашей следующей лекции. Перейдем к фактору культуры речи в нашей стране. Перейдем к фактору культуры речи в нашей стране.